Белые розы – вечная память. Кумир миллионов, романтичный, трогательный Юра Шатунов ушел из жизни этим летом. Каким запомнилось его творчество ульяновцам, сейчас спросим у прохожих. На всех дискотеках, на школьных, в университете зажигали. Постоянно танцевали, конечно, все хором пели, прыгали под них. Поэтому, да, это грустный повод сегодня. Белые розы, белые розы, беспощадные шипы. Что с вами сделал лед и морозы? Дальше не помню, к сожалению. Про белые розы, мне кажется, самая известная песня про юность. Вот эти две основные. Какие эмоции у вас его музыка вызывает? Расскажите, поделитесь. Ну, в первую очередь, она ассоциируется с молодостью моих родителей. Поэтому, по их рассказам, то есть, в голове у тебя появляются картинки именно их молодости, как они на дискотеке ходили. Первая любовь та же самая. Немножко грусти, конечно, тоже есть. Ностальгии, наверное, нету. Ностальгии молодые. Это среднее поколение, которым по 35, по 37 лет. Может, они ностальгируют. Ну, эмоции у меня хорошие. И песни его хорошие. Я даже слушаю, у меня есть записи. Вот, включаю флешку. И до самого конца, сначала до конца песни хорошие. Не скажу, что люблю, прям, действительно. Но, ласковая мать, даже, конечно же. Снова седая ночь. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гоняюсь. И, наверное, пожалуй, все, что вспомню. Но что-то новое, действительно, событие в нашей музыке. Белый розы, конечно же, однозначно. А еще какие? Седая ночь. А есть у вас какие-то теплые воспоминания, связанные с дискотеками, где его крутили? Ой, да. Но в деревне у бабушки, когда приезжала, постоянно, седая ночь, раз по пять заказывали, по десять. Кажется, у него есть песня детства. Чудесная. Какие эмоции у вас вызывает эта песня, милая? Вызывает такие хорошие эмоции о моей матери и отце. То есть, это песня их молодости. Мне нравится. Да вы знаете, все, наверное. Полиглот. Читал много за него. А что вы можете интересного про него вспомнить или про творчество? Поделитесь. Ну, про его творчество. Ну, то, что человек Дед Домовский добился чего-то. Просто было стремление. И все. И в себя надо верить. Никогда руки не отпускать. А так, в принципе, что, хороший человек был. Жалко. Белая роза. Наверное, единственное, чем он запомнился. Не, на самом деле, у него много хитов. И вчера буквально там ВКонтакте, на паблике. Ну, все. Наверное, эта молодость не моя, но моих родителей. И мое детство, наверное, все-таки прошло. Под них. Под песнями. Да, именно. Дискотеки. Как раз творчество пришлось на раннюю молодость. Мне было... Это 90-е годы. Мне было 13 лет. И мы с девочками так любили и песни петь, и на дискотеках под Юру Шатунова. Очень жаль, что он умер. И она слышана. Неожиданно. Молодой. Он вообще позитивный и нисколько не зазнавшийся был. Я его обожаю. Конечно, жалко, что все. Он умер. Мы прям расстроены были. Я все люблю его песни «Белые розы» и «День рождения». Ну, просто я все обожаю его песни. Я не могу сказать. У него ни одной нет плохой песни. Он вообще классный. Есть у вас какие-нибудь истории, связанные с этим песнем? Может, с кем познакомиться? Может, дискотеки? Дискотеки в детстве, школьные годы. Все время его песни. До сих пор слушаем. У меня и папа любит его песни в машине. Все время слушаю. Может, напоете какую-нибудь песню, если хотите, в память его? Белые розы, белые розы, беззащитно шипых. Что с ними сделал лед и морозы?